привет друзья подписчики моего канала просто зрители вот сегодня будем делать продолжение вторую часть нашего фильма о том как делаются складные хопушки хлопки и хочу в этом перед началом немного остановиться на таком нюансе вот я сделал два каркаса видите в одном я пружины обмотал полностью из крылых а в другом пружины открытые просто мне интересно если родится нет короче мы сделаем двух вариантов один такой один такой посмотрим какой лучше так это первый момент и второй момент перед тем как продолжить нам нужно сделать вот такой вот плавочек здесь я просто выгнул вот на этом лучше видно с обычной проволоки стальной тоненькой квадрат 10 на 10 со сторонами и ставил в дабл берки у него одна сторона у меня половиненная вот она внутри видите вот такой квадрат 10 на 10 дальше чтобы дальше его нужно стянуть нитками чтобы он был пожестче маленько берем обычный капроновые нитки и стягиваем его вот таким вот образом особое внимание нужно уделить вот на эти вот уголочки видите здесь нитка я перетянул у нас получилось маленькое такое окошечко в углу она нам понадобится для того чтобы пропустить в него трубу в него стропы опять-ка не хотел сейчас на приходится то товарищ который тут делает очень быстро и правильно хапуги он крутил балберы петли мебельные маленькие я делал такие петли в своих первых видео можете посмотреть мой мой первый фильм я в балберу вставлены такие петли вот только у того крепления поплавков этих вот петельками есть очень существенный недостаток когда вывеску на мой рыбу опустили значит эту хапушку разложили и рыба не лежит спокойно она прыгает и вот эти вот петельки цепляются за леску здорово муторно выматывается это дело вы особенности зимой руки так стынут а тут надо вам еще все это дело тоненькую леску брать и отсюда отматывать она попадает на эти петельки и зацепляется там это не очень удачный вариант ну я не буду выжить не спорит там мастер у него все верно и правильной ну это не делайте сюда петельки не вставлять это неверно я просто на своего опыта я уже не один все так это называть ним и рыбачивая знаю о чем говорю короче петельки что да не делать делать и вот уголок нитками отвели сюда пропускаем стропа на никуда не дается ничего не путается опустили на упала новая рыба выпутали подняли ничего нигде не зацепляется это немаловажный момент так что советую обратить на его внимание конечно кто хочет сделать петельками рассмотрится может и по симпатичный я сам так думал так делал но опыт говорит другое геморрой на это что что дело что это все цепляется и зимой это получается настоящие мучения так ну ладно все с этим закончили лункой будет примерно на 150 бур товарища не станет делает друг до купил буры и делаю поменьше можно сделать я чуть-чуть побольше ну ты считаете как бы оптимальный вариант свободно будет в лунку 150 без проблем и будет хорошо держать на тянутом положении наши открылочки которые которые мы натянем так но все продолжается вверх как отмечать косынку на бумаге покажу а потом уже дальше продолжим съемку теперь что касается самих картинок которые будут ставится на открылки я предлагал сделать способ на первом видео на редкий самый простой на мой взгляд если у вас есть опыт конечно в этом без проблем сможете обрезать смотрите теперь нам как это все рассчитывать у нас есть крыло хапуги она длиной один метр одно и второе второе метр того два метра значит нам нужно взять кусок дыли делаем один полтора полтора метра длиной ни один метр на крыло хапуги 1 и 5 длина дыли банана когда мы посадимся не будем ни на одно гнило делают некоторые тут а делаем как положено на огне его по 5 ничей примерно разобьем банана свободно гуляла 2 2 момент нам нужно получить вот такую вот конструкцию сверху мы отступаем 10 сантиметров у нас идите я сороковка 4 очка и вывести надо было туда но не в ноль ведь оставляем два очка но никак не 20 как делают зачем вам нужен на хапуги вот такой мешок как на косынке рыба попадает не в мешок она попадает закрывающийся часть есть мешок как на кого на обыкновенной косынке не нужен рыба в нем только будет путаться и все такое неудобство вы ничего не получите из этого рыба стукнулась в косынку попалась и все здесь вот мешок внизу чтобы он подвернутый был он не нужен это лишнее вот такую вот конструкцию надо получить сверху наш мы оставляем четыре очка при условии что у нас идти это сороковка внизу 2 его если вы сможете сделать цельный вот такой кусок здесь 4 1 2 3 4 и здесь 4 замечательно если у вас есть опыт нарезания сетки вы мне не запутаете режьте вот такую вот косынку затем вы ее до вырезали вернули пол так пополам а так одну поставили здесь поставили вторую такую же или по центру и все дела но это при условии что вы опытные во что вы уже знаете что вы делаете как это режется в правильно дели без очень можно легко запутаться и вы спортики просто большой кусок сетки вот однако одно крово второе крово вы можете сделать в такую конструкцию посередине вы их шили и все дела но это вам надо отрезать сразу полтора и полтора три метра дели если вы запороли вы спортили сразу три метра дели это немаловажный момент второе я предлагал разрезать их каждую на небольшой кусок на такую четверть вторую четверть сделать если вы там одну испортишь по ничего страшного потом их собрать вместе его здесь просто шить ниткой вот эта высота и условие того что у нас открылки один метр высотой вот эта высота хапуги должна открылков должна быть выше проволочных открылков примерно на 10 сантиметров для чего объясняет когда вы будете ее складывать вот этот квадрат попадет у вас между прутков и она у вас не соберется полностью если же она будет выше вот если говорить она попадет у вас между прутиков прутики не дадут сомкнуть не смогут сомкнуться здесь кольца и здоровую лунку делать если вы сделаем я чутка вышли прутки собираются полностью вот это сверху чтобы у нас будет ничего и мешать кубе складываться не будет это второй важный момент обращайте на эти мелочи внимание это основа если вы их игнорировать потом будут проблемы но видел я думаю понимают понимаете даже если раз она будет короткая вот эта косыночка стоять вот здесь то вы не сможете ее столкнуть полностью ясно да она должна быть выше примерно на 10 сантиметров это оптимально если она у нас идет метр высотой значит делаем метр 20 высоту деле она маленько придется но все я приступил я думаю тут как бы ничего сложного нету принцип как она должна быть телом нарисовал обрисовал теперь будем вырезать самодель и напаживать ее уже непосредственно по месту там еще будет один-один момент но я к нему конкретно вернусь попозже о натяжке самих этих картинок тоже не все верно он вам рассказал а подробнее об этом на становится чуть позже но все смотрите теперь говорим немного самой хапушки этот маленькая и доработал покажу все мы были внесены кое-какие изменения в эту конструкцию самого механизма самого хлопка не пока они не косынки именно эти вот здесь я поставил небольшие скобочки вот видите через них пропускается леска вот этих открылков которые у нас будет раскладывать вот скобку и и пропускается она вот получается такая вот штуковина середину у нас ничего тут не цеплялась я вырезал кусочек квадратик из плать закрепала вот этим кольцом который у нас середине держит наши все открылки и с той стороны просто загнул пусики вот они видите закрутил все получилось атакой кольцо теперь вырезал квадрат издели резкого леску на них я беру потолще диаметром тем которая будет на крылок на крылке тоненькую на низ толстую и размеры чьи я бы поставил брать побольше вы было меньше парусных при раскладывании видите когда мы ее собираем вот это да и продетая если водить на один край на просто воде салетка у нас просто привязывается продевается по периметру с одной стороны через ячейки деле пропускается один конец через петельку и выводится наверх вот мы потянули они раскладываются следующие привязываются опять еще одна стропа пропускается дель и так далее по периметру по кругу теперь получать когда мы стягиваем ее тропа надо выровнять конечно и она у нас будет собираться вот собралась эту беру и перейдем к самой хапуги к открылкам как они крепятся товарищ который делает хапуги утверждает что продевать через косынку вот эту вот тропу и она собиралась при сборке это неправильно это якобы порвет если попадется рыба то и зарвет ее всю вклад за одну рыбалку но это наглая ложь это неправда это снасть была придумана не вчера и я ее увидел не первыми впервые не вне на ю тубе а уже рыбачу не десяток лет на тесности и то что ее рвет рыба если продеть них вот сюда это все вранье дело в том что при складывании хапуги он и и он делает как он делает отдельно тропа натягивает вот эти вот потом вот сюда цепляет не риск кольца цепляет сами косынки вот эта стропа в кашинка не соединяется с косынкой висит сама по себе просто и говорит что там если там что-то порвалось ее без проблем можно поменять как бы там и все дела и типа это удобно вот эти продеть его так вот как мы делаем на амуре у нас там где-то хапуга была я придумана это неправильно кому-то якобы порвет ее рыба я вам еще раз говорю это наглая ложь смотрите видео вот они сейчас пускай браконьера все тут вы выпутывает счастье рыбачка я привалила я бы вас варила он будет их выпутывать вот об этом я и говорил ребят по его логике после 1 1 1 такой панки рыбы а капуги не должно ничего не остаться мои хапуги рыбачили на них по нескольку лет единственно что раз примерно в два года через два сезона нужно менять пружины они прористают со временем все остальное делается вот так вливается сюда собирается это все воздействие делается на огнивах есть метр тридцать ячей у меня по 5 по 6 ячей на огню опять огнивок все резко свободно теперь по сам по самому он просто строго просто пропускаются между вот этих вот есть упор чтобы леска не терлась об железо на чего мы делали эти уголочки мы пропускаем леску вот здесь и все она у нас висит он же делает что у него косынка висит вот на этих поплавках отдельно стропа отдельно ну ладно хорошо и он даже это правильно но друзья мои вот это поплавок не является сигнализатором поклевки дело в том что вот к этому к этим стропам видите она свободно висит и когда мы вытаскиваем просто собирается леска свободно тут никак она рыбы я не сможет пара как он показал вот видео посмотрели все понятно да это у нас висит на стропах не отдельно сама по себе упала она всплыла косынку растянуло и все а стропы отсюда пошли сами по себе отдельно она висит на стропах для того для чего дело в том что если не сделать по-другому как предлагает этот товарищ умерит про который вы не увидите поклёвки рыбы смотрите я ведь просто своих видев на на мало походе в этом времени он не посмотрел или там не додумался для чего должна эта петелька вот сюда цепляется основная леска привязывается за эту петельку глубины бывают до 10 до 12 метров и вот этот поплавок не вот это а вот это продеты через тропы служат у вас наверху на лунке вот в этот он служит у вас наверху сигнализатором поклёвки но никак не вот это пополок он уже просто что маленько оттягивать как рынке их можно по полочке эти принципе не ставить в этот большой бомбер саша маленько оттягивать все понятно не такой чувство что он впервые игру увидел эту знать на ю тубе решил показать и рассказать как она должна быть не вникнуть суть вот открылки у меня сшитые посередине одета на огниво получается вот такая вот конструкция теперь мы наверху эти нас клюнула рыба пополоку тому мы ее поднимаем она у нас закрывается вся закрыли мы ее вытащили так же теперь давайте маленько пружина я ему писал красиво проект какого работа этого пружина но не так этого и не сделал хорошая хапуга должна открываться с любого положения если вы выбрать для глубине там 9 10 метров и у вас течение ее в любом случае на дно вытянет и положит вот так правильно хорошая хапуга должна открываться любого положения не только в атаку вы поставили ее и она у вас открылась мы поставили на открылась нет хорошая капушка должна и можно закидывать с берега как копьё она должна в воздухе открываться ее должно надо просто вот закинул она открывать полностью легла и последний нюанс что я бы не стал делать того что делаю через правильных опугов вот эти кольца должны лежать ваш вот эти кольца должны прижиматься к земле он их делает на ребро она не прижимается если будет проходить попадать рыбок не давая там на лимка концом он идет по дну или не поймает она должна прилегать вот так все плотните ну вот такая вот ребят снасть я вам показал как ее делают у нас на амуре человек если решил что он самый умный то это вот эти куски даже его так вот вот видите одеваю максим нашла способна она мне так у себя не гуляет посмотрите сами решайте сами такой вариант вам выбрать это капуста едет к моему другу расправляется для друзей а по кола бы не посоветовал не стал делать открылки должны пропускаться на леску и не должен собираться это правильно вот этого штука должна выходить и они тут соединяются и выходит вас на основную леску если вы сделаете картинку висящий просто на одном этом а трюки вы видите да просто поклёвку не увидите она будет у вас клевать день она у него внутри между строк ну просто не знаю как это все почему он это сделает почему вот такие вот дела но все ребят и посмотрел ему понравилось ставьте лайки ему не понравилось как и дизлайки подписывайтесь на канал дайте никому что непонятно в комментарии